Михаил Шолухов – это писатель, чьи военные произведения вызывают искреннее восхищение до сих пор. Одно из них – «Судьба человека». Повесть, написанная в 1956 году, заслуживает особенного внимания. Эта книга является великолепной иллюстрацией того, насколько жестокой может быть любая война. Шолухов рассказывает об ужасах военного времени от лица всего лишь одного человека, иллюстрируя свою мысль только одной судьбой. Однако итог получается настолько яркий, что многие возвращаются к этой повести не по одному разу. Судьба человека написана всего за семь дней, однако она вмещает в себя несколько самых тяжелых лет в жизни одного из многих людей, отправленных на фронт. Здесь он получает ранение, узнает о том, что вся его семья погибла, и в конечном итоге оказывается в чужих местах рядом с чужими людьми. Позже главный герой встречает мальчишку-сироту, который так же, как и он сам, остался без родных людей. Фактически, усыновив мальчика, герои дают новую жизнь и ему, и себе. Фактически, действительно, нелегко осознавать, что события, описанные в книге, происходили в действительности и считались вполне обычным делом. Судьба человека учит тому, что самое страшное, что человек может сотворить, это война. Книга служит напоминанием о том, что повторение этой истории ни в коем случае нельзя допускать. Одновременно с этим Шолохов показывает моральный подвиг простого человека, который сумел не только не ожесточиться, лишившись всего, но и найти в себе силу и душевное тепло для совершенно чужого ребенка. Пожалуй, центральный персонаж в судьбе человека – это самая сильная черта книги. Сильный, цельный, способный справиться с любыми трудностями, не сломавшись, главный герой становится великолепным примером, даже несмотря на то, что сам автор не задавался целью создать воспитательное произведение. Наконец, отдельное упоминание заслуживает форма изложения и слов. Судьба человека оформлена в виде рассказа, повествования, которым главный герой делится со своими слушателями спустя некоторое время после того, как произошли описываемые события. Это дает повести оттенок завершенности. История воспринимается как нечто уже законченное, имеющее свой финал. Эта книга была экранизована еще в советские времена, и получившийся фильм пользовался заслуженной любовью зрителей. Иными словами, даже в настоящее время, спустя более чем полвека после своего появления на свет, судьба человека остается актуальным, трогательным и, несомненно, заслуживающим детального ознакомления произведением. Эта книга хранится в фонде нашей библиотеки Шовгеновской МЦБС, где каждый сможет познакомиться с историей и жизнью главного героя. Приходите читать!